Гигантский столб дыма и языки пламени будто извергается мощнейший вулкан. Такую картину наблюдали сегодня жители Петербурга перед закатом. На севере города сильнейший пожар на складе автозапчастей. Казалось, тушить такое нужно не одни сутки. Но пожарным для локализации очага потребовалось не более трёх часов. Все подробности известны к этой минуте у Алексея Карипанова. Такой серьёзный пожар в Петербурге в этом году тушат впервые. Ему присвоили пятый наивысший уровень сложности. В ликвидации задействовали сразу четыре десятка подразделений МЧС. Огонь охватил территорию в 10 тысяч квадратных метров и быстро распространялся. Сейчас огонь локализован, но, как говорят пожарные, его полная ликвидация может продлиться не меньше суток. Днём эти кадры шокировали весь Петербург. Огромный столб дыма над одной из городских промзон было видно едва ли не изо всех районов города. Высотой он достигал в несколько километров. В тушении огня пришлось задействовать даже вертолёт, который сбросил вниз больше трёх десятков тонн воды. Там уже вертолёт летает. Чё-то всё-таки рвануло. Это становится опасно. На складе запчастей горели горюче-смазочные материалы, масла, легко воспламеняющие жидкости. Поэтому огонь моментально охватил территорию всего комплекса. Здесь же хранили картон и различные промышленно-бытовые товары. Частично обрушилась кровля. Сложность заключалась в том, чтобы был сильный ветер, очень большая площадь пожара, недостаточное водоснабжение. Потому что ближайшие гидранты такого расхода воды нам дать уже не могли. Мы вынуждены были прокладывать линии тут почти за несколько километров. Для того, чтобы необходимая интенсивность подачи воды осуществить натушение пожара. Есть угроза падения стен, ограждающих внутрь личный состав. Мы не заводим, тушим по периметру. Как рассказали в МЧС, пострадавших и погибших нет. Ведь сегодня, субботний день, и внутри, говорят спасатели, никого из сотрудников коммерческих фирм не было. Об огне сообщили двое охранников, которых сейчас допрашивают дознаватели. Причины пожара неизвестны. Пожар мгновенно собрал в районе серьезные пробки. А из-за возгорания химических товаров и густых клубов черного дыма петербуржцы сразу заговорили о риске загрязнения воздуха. Однако, утверждает специалист МЧС, пока никаких превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировано. Здесь, на месте, работает передвижная химическая лаборатория, специалисты которой каждые 15 минут берут пробу воздухом. Алексей Карипанов, Владимир Смирнов, Георгий Ильин, Марина Елисеева. Первый канал. Санкт-Петербург.